Первый пункт повестки – безрецептурный отпуск лекарств, содержащих прегаболин. Это противоэпилептические препараты, но за ними охотятся и любители наркотического дурмана. Было выявлено порядка детей аптек, такие как ООО Веста Плюс, ООО Формула Здоровья, ООО МАССЭ. А также буквально на днях ИП Кириллина и ООО БАСПОР. Реализуют больших объемов, больших масштабов на самом деле, и доходы от того, что эти препараты приобретают дети, совершеннолетние. Потом мы получаем сообщение об отравлении на территории города Сочи. Есть практика по России, когда через арбитражный суд данные аптечные учреждения приостанавливаются деятельность судебным порядком на три месяца. И в принципе есть практика такая, когда выходят и лишают лицензии, понимаете. Ну, надо как-то бороться с этим. Также обсудили результаты социально-психологического тестирования школьников на предмет употребления наркотических и психотропных средств. Есть оптимистичные итоги. Так, в школе номер 26, где в прошлом году условно положительный результат получили больше 20 учеников, в этом году чистыми оказались все 443 проверенных ученика. Но зато выросли тревожные показатели в 28-й школе. Ей решено уделить особое внимание. Наркологи отмечают, часто дети знакомятся с вредными привычками уже в седьмом классе. А профилактическая работа ведется только с восьмого. Поэтому решили на совещании необходимо снизить возрастной ценз. Рассказывать и показывать профилактические фильмы будут школьникам, начиная с четвертого класса.